Коммунальщики, конечно, молодцы, но и о людях нужно думать. Жалоба на заваленную тропинку рядом с домом на Каролинского 10 была опубликована в социальных сетях. Мамы с колясками, которые ведут детей в детский сад Копитошка из поселка Взлетного, пользуются ей дважды в день. Но после очередной чистки пройти там стало невозможно. Обходить долго и холодно. К слову, народной тропой пользуются не только родители воспитанников местного детсада, но и многие жители микрорайона. Пару дней назад была завалена сильно. Каждый день хожу домой туда-обратно, под тропинки туда. Здесь, наверное, никогда не чистят, насколько я знаю. А да, этот сироп уже давно. Ну, то, что неудобно, у кого-то претензии были насчет того, что тяжело пройти, то есть это да, как бы здесь видно и так. Здесь только один человек может пройти, узкая тропинка. По времени просто для моей жены удобно, потому что иначе, если не отсюда, тогда приходится оттуда ехать. Но это долго. Я сам в итоге дорогу какую-то там взял. Ну, да, пришлось. Жена же должна как-то до садика дойти. Проблему с дорожкой жители решили, так как понимают, что ее чистка в обязанности коммунальщиков не входит. Но кучи снега, скопившиеся после очередной уборки, напротив, как раз их сфера ответственности. Территория вблизи дома на Каролинского, 10 и поселком Взлетным разделена между тремя ответственными. За двор отвечает управляющая компания Ютерра. За поселок – администрация. А за место рядом со стройплощадкой – застройщик. В администрации пообещали разобраться, кто в итоге уберет снежные кучи с территории. В отношении тропы народной, она нигде не заложена ни в каких контрактах по очистке. Это граждане самостоятельно натоптали, им удобно, комфортно. В части проездов по поселку Взлетный по контракту, значит, периодичность очистки – три раза в месяц. И в случае, если где-то там что-то не исполняется, то граждане могут обратиться на портал «Твой Сургут», после чего, значит, на место выйдет специалист и будут предприняты определенные меры к подрядчику. Продолжение следует...